Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы продолжаем знакомиться с программами, посвященными защите в сети интернет, защите информации в сети интернет, при нашем там присутствии, либо когда мы скачиваем информацию из сети. И вот тут встает еще один вопрос. Кроме того, как привязать конкретную программу к нашим оборудованиям, это приблизительно понятно, к нашим возможностям, нашим желаниям, то есть чем мы работаем в интернете, либо просто работаем дома и эпизодически выходим в интернет, насколько мощна у нас машина, ну а если вдруг увидели несколько одинаковых приблизительно программ, что делать? Значит, здесь разные, конечно, есть варианты. Есть такой вариант, чтобы посмотреть определенный сайт в интернете. Такие сайты типа ТОП-100, где показаны рейтинги. Рейтинги составлены либо самими пользователями, либо специальными фирмами, которые занимаются тестированием программ. И вот там представлены различные рейтинги по антивирусным программам. Лично я бы уж так вот не ориентировался на все эти листы этих сайтов. Почему? Вы можете посмотреть, за один и тот же промежуток времени разные сайты показывают различное расположение тех или иных программ в этих рейтингах. Программа, которая на одном сайте в листе занимает первое место, в другом может не войти в двадцатку. Конечно, вы должны посмотреть, на что ориентированы их тестированные, потому что, может быть, тестированные не комплексные, а на конкретный тип вредоносных программ, либо на воздействие из сети интернет. Поэтому надо здесь, конечно, сориентироваться еще в этом аспекте. Не только сразу вот открыли какой-то сайт, там, топ-100, как я сказал, допустим, посмотрели, о, здорово, вот такая программа занимает первое место. А оказалось, что она первое место занимает всего по одной позиции. Поэтому, когда мы выбираем это программное обеспечение для защиты нашего компьютера, подходим, так сказать, комплексный подход. Смотрим на нескольких таких вот сайтах, во-первых, смотрим, что из себя представляют в плане защиты по разным позициям. Там будет, скорее всего, всего несколько позиций отражено. Либо, я опять же говорю, внешние воздействия из сети интернет, либо непосредственно уже детектируют они вирусы, которые находятся на машине, либо оптимизируют работу вашей машины. Вот вы смотрите по этим нескольким сайтам и сопоставляете. И плюс то, что мы уже говорили, это возможности вашего компьютерного обеспечения, непосредственно электроники, программного обеспечения и род вашей деятельности. А сегодня мы еще уделим внимание нескольким программам, которые часто занимают первые места по любым показателям, по любому тестированию. Достаточно надежные программы. И плюс посмотрим еще эту характерную особенность, что фирма выпускает программы на широкий слой пользователей, то есть с различными запросами. И первую такую программу мы посмотрим, это антивирус NOT32. Достаточно известный антивирус. Но вот на коробочке, если вы сейчас ее видите, как раз она слева находится, обратите внимание, там тройка еще проставлена. Что значит тройка? Антивирус NOT32 будете ли вы покупать в такой коробочной упаковке, либо вы обратитесь на сайт фирмы, которая представлена в России, там будет предложена вам лицензия на три компьютера, скажем, на год. Вы оплачиваете эту лицензию, и вам будет приходить обновление на эти три машины, которые вы укажете, соответственно, при заключении договора. Итак, идем по списку, что же может делать антивирус NOT32. Основные характеристики. Проактивная защита. Значит, что такое проактивная защита? Мы немножко ее касались уже. Что проактивная защита – это не реактивная защита, когда просто перебирается база данных с известными вирусами, сопоставляется. Если такой вирус найден, говорят, да, эта программа заражена. Проактивная защита – это, так сказать, еще на дальних поступах, еще вирус не проник вам на машину, еще он где-то находится в пути, система уже обнаружила его и говорит, что данную программу загружать нельзя. Нет, ну, конечно, вы можете снять эту защиту и все равно загрузить и испортить данные на своей машине, но, тем не менее, программа предупредила вас, что данное программное обеспечение, которое вы хотите загрузить себе на машину, либо базу данных или еще что-то, может быть, даже какие-то картинки, изначально они уже инфицированы. И также система защиты от попыток внешнего воздействия тоже здесь присутствует. То есть это уже не отдельные программы, а конкретные люди, те самые хакеры, которые хотят проникнуть к вам. То есть не просто они посылают какие-то программы, завуалированные на ваш компьютер, но просто сами уже пытаются найти уязвимости в защите вашей машины. Здесь тоже система такая присутствует. Работа антивируса не отражается на производительности компьютера, что очень важно. При этом мы посмотрим, какие объемы дисковой памяти и оперативной памяти при этом должны присутствовать. Вот тогда вы даже не будете замечать, что этот антивирус работает. Не более 44 мегабайт памяти занимает он при работе. Поддерживаемые процессоры. Это 32-разрядный и 64-разрядный. Как от Intel, так и от AMD. Операционные системы. Это и Microsoft Windows опять начиная с 2000-й и заканчивая последней, то есть Windows 7. Как 32-разрядный, так и 64-разрядный версий. То есть вся линейка Windows. Но не только, кстати, Windows. Сейчас мы вот приводим просто пример по этой операционной системе. Теперь смотрите следующий продукт. Мы говорим, мы будем смотреть линейку. Вот это, в общем, мы посмотрели такой стандартный продукт. Теперь смотрите. Smart Security уже более ответственная программа в том смысле, что она расширяет круг тех проблем, которые она может решить. И, в общем-то, вот такую программу можно устанавливать на домашний компьютер, если вы вот постоянно работаете, допустим, удаленный доступ к фирме, к вашей, куда вы посылаете информацию, забираете информацию. Не обязательно вот находиться на этой фирме. То вполне подходит Smart Security. И вот давайте посмотрим, что он делает. Ну, опять, проактивная защита и обнаружение, точное обнаружение угроз. Причем это все происходит буквально на лету. Только что-то появляется, мгновенно это блокируется, и вам идет сообщение. Так, от попыток внешнего воздействия тоже присутствует, как и в предыдущей версии, которая стандартная, не расширенная. Ну, защита от спама. Персональный межсетевой экран. То есть, кроме того, что находится в операционной системе, здесь еще ваш персональный экран, который вы можете также настроить. Может быть, несколько иначе, чем он настроен в операционной системе. Может быть, даже с другими возможностями, не только то, что представлено в операционной системе. Так, дальше. Ну, на производительности компьютера, опять же, говорим, если мы будем придерживаться тех требований, которые указываются в инструкции к этой программе. Смотрим. Операционная система опять от 2000-й до 7-ки Windows, 32-64-разрядные в высших версиях операционной системы. То есть, это должно быть память. Оперативная память 45 мегабайт. Очень немного. Очень немного. 45 мегабайт. Диск и пространство при загрузке, то есть, непосредственно, когда мы только устанавливаем, еще фактически он не начинает устанавливаться, просто загружаем. 36 мегабайт. И пространство уже в установке, это 50 мегабайт, когда он полностью разворачивается. 50 мегабайт. Следующее. Обратите внимание. Дальше продолжается линейка этих программ. Теперь появляется Титан. Чем отличается от предыдущих? Давайте посмотрим. Работа в режиме реального времени. Да, присутствует. Антиспам. Фильтр входящих сообщений и выявления заражения на уровне антиспама. Антишпион. Да, от взломщиков паролей, захватчиков данных, перехватчиков клавиатуры. То, о чем говорили, что можно использовать и виртуальную клавиатуру. Вот здесь, значит, отслеживает то, что вы работаете, с чем вы работаете на клавиатуре, есть ли какие-то обращения к вашей клавиатуре в процессе работы, есть ли считывание кода, который вы набираете с клавиатуры в определенные моменты времени, когда вы вводите свои персональные данные, личные данные, которые никому другому, кроме той фирмы, куда вы посылаете, не должны быть известны. И, а также персональный firewall, межсетевой экран, он покажен в виде кирпичной стены. Да, опять вы настраиваете этот персональный межсетевой экран, чтобы никто не мог к вам проникнуть. И если кто-то доберется до вашей машины и не знает всех особенностей этого межсетевого экрана, не смог определенную информацию сбросить через сеть. Но, может быть, он смог как-то подобрать пароль, или вы случайно оставили включенные машины и отошли на несколько минут, в этот момент кто-то попытался сбросить информацию. Персональный межсетевой экран может пресечь эту попытку. От попыток внешнего воздействия и менеджер паролей. То, о чем мы уже неоднократно говорили. Что генерировать пароль вы можете сами. Вы должны понимать, что пароль должен создаваться по определенной технологии, определенной длины. Во многих системах, где есть создание аккаунта, создание ваших личных данных для входа в те или иные системы, там даже есть такая бегущая строка буквально, которая показывает, насколько созданный вами пароль надежен. Там бывает от красного до зеленого. Вначале говорят, что эта система вообще не примет ваш пароль, потому что он ненадежен. Допустим, 4 цифры. Потом, значит, говорит, нет, не примем пароль, потому что только цифры присутствуют. Извините, давайте введите еще буквы, цифры, еще какие-то значки. И потом начинает, значит, нарастать там от желтого, там оранжевый, желтый и до зеленого цвета. Да, пароль надежный, значит, быстро его вскрыть не смогут. Вот здесь менеджер паролей он вам будет предлагать, во-первых, эти пароли, во-вторых, контролировать, потому что за этими паролями будет еще скрываться и ваши личные, возможно, данные. Это менеджер паролей возьмет тоже на себя. Резервное копирование данных. Вот Аст автоматически создает копии личного архива, пользовательских настроек и приложений. То есть не надо беспокоиться о том, чтобы постоянно думать, а если у меня вдруг упадет диск, или еще что-то произойдет, он идет, делает еще одну копию на, допустим, внешний носитель. Так, теперь дальше идет. Полное уничтожение информации на жестком диске, без возможности выявления и воссоздания. Очень важный аспект. Профессионально уничтожить информацию, которую вы не хотите, чтобы больше кто-либо, когда-либо, если даже вы выбросите этот диск уже за ненадобностью, не прочитал. Восстановление работоспособности операционной системы после некорректного завершения сеанса. В принципе, в операционных системах есть точки восстановления. Но надо смотреть, когда они создавались, даже если у вас стоит каждый день создавать точку восстановления в автоматическом режиме, или вы там в настройках сделаете в операционной системе, той же самой Windows, либо в Mac. Но здесь будет восстановление на момент падения системы. То есть тот момент, когда она попала, вот этот как бы слепок и будет восстанавливаться. Хотя можете и, в принципе, не воспользоваться этим, и воспользоваться точкой восстановления из той же самой операционной системы Windows. Управление разделами жесткого диска. Создание, разделение, удаление разделов жесткого диска. Жесткий диск у нас есть, так сказать, в двух ипостасиях. Собственно, сам, условно говоря, металл. Там на самом деле не металл, а очень хитрая конструкция, такая, можно сказать, многослойная. Так вот, есть, собственно, самый физический объект. А есть еще логический, когда диск у нас разделен на отдельные области. Так вот, здесь вот можно этими разделами достаточно легко управлять. Потому что просто вот так, не зная хорошо, скажем, ту же самую операционную систему Windows, быстро управлять этими разделами не удастся. Все-таки надо какой-то опыт. Здесь гораздо легче подойти к этим разделам и контролировать их. И дефрагментация, и оптимизация диска. Значит, когда мы пишем информацию на диск, вот вначале он совершенно пустой. Мы только что загрузили операционную систему и работаем с ней. Начинаем загружать первые файлы. Места на диске много. Выбирает головка диска запись именно там, где у нас самое быстрое считывание с диска идет. Сначала файлы все идут друг за другом. Потом мы начинаем что-то стирать, убирать их адреса. Появляются как бы пробелы. В дальнейшем диск потихоньку заполняется, даже, может быть, и не полностью. Что дальше происходит? Когда начинаем писать очередную порцию информации, ближе те сектора, которые находятся к головке в данный момент, они будут заполняться этой информацией. Диск как бы уже разбивается, дефрагментируется. Их много фрагментов есть. Фрагментируется, вернее. Он фрагментируется на отдельные фрагменты, разбивается на кусочки. Что плохо? Плохо в том, что потом, когда вам надо считать эту информацию, вы обращаетесь к диску, условно говорим, да? Дальше идет магнитная головка, которая должна считать. Хорошо бы, если она считала вот все подряд. А тут ей приходится перескакивать, здесь считала, потом переместилась дальше, потом еще дальше, потом еще куда-то вернулась, на это уходит время. И падает производительность. Вот дефрагментация и оптимизация диска здесь заложены. Кстати, такая же дефрагментация и оптимизация диска закладывается и в операционных системах. Выбирайте, что вам больше нравится. Посмотрите дефрагментацию, как сделает, допустим, операционная система. За какое время? Насколько качественно будет сделана дефрагментация? Потом посмотрите, а что сделает тот же самый вот пакет с дефрагментацией? Сколько времени займет? Насколько хуже или лучше произойдет эта дефрагментация? И потом выбирайте уже в дальнейшем обращаться к этой функции или использовать функцию дефрагментации самой операционной системы. Теперь системные требования. Вот чтобы все нормально работало, еще раз обращаю внимание, обращайте внимание на те пункты, где говорится, что должно быть и в каких объемах. Значит, первое. Опять операционная система от Windows. От 2000 до 7. Там, где уже есть, ну, в 2000 это 32-разрядная, а так 32-разрядная, 64-разрядная версия, начиная с XP и до Windows 7. Идем дальше. Объем дискового пространства. А вот здесь уже, видите, он и название-то имеет, Титан, да? 440 мегабайт. Оперативная память займет 512 мегабайт. Конечно, понимаю, что современные машины имеют достаточно большой объем оперативной памяти, но посмотрите, какая версия стоит у вас операционной системы Windows, она тоже ведь разная. А до профессиональной расширенной. Посмотрите, сколько она занимает памяти на машине оперативной. Прибавьте 512 от Титана, посмотрите, что останется. Какие программы будете использовать. То есть, что у вас будет получаться? Будет ли загружаться полностью программа в оперативную память? Либо это будет все идти по кускам и с подкачкой жесткого диска. То, что не поместилось, исходные данные, подкачивается, в результате падает производительность. То есть, оперативная память работает гораздо быстрее, чем у нас идет обращение, считывание жесткого диска и закачка в оперативную память, а потом уже передача процессора. Поэтому смотрите, чтобы не было падения производительности. Если вот это все просуммируете, и у вас остается достаточно пространства в оперативной памяти, все нормально, вы не заметите, как работает этот пакет. А теперь следующий. То есть, здесь мы прошли от стандартной установки до Титана. Но есть и разработки под конкретные операционные системы, в том числе для Mac. Пожалуйста, то же самое Note32, другая вот коробочка, вы видите. Идем, посмотрим, что здесь. В принципе, то же самое. Обнаружение угроз и попыток хищения конфиденциальных данных. Это то, что мы говорили, в том числе и по паролям. Менеджер пароля. Проверка наличия вредоносных программ в почтовых сообщениях на съемных носителях информации. Это было и для Windows. Защита платформы Mac от вредоносных приложений сторонних разработчиков. И обеспечение безопасности общих папок виртуальных машин. Это характерная особенность непосредственно для Mac. Что здесь у нас? Смотрите, что у нас поддерживает. Процессоры 32-разрядный и 64-разрядный от Intel. Операционные системы. Это Mac OS X. Причем для 10-й, ну то, что называется леопардом, это 10.5. И вот 10.4 здесь уже не присутствует. 10.5 и снежный леопард 10.6. Пока что более высших версий не поддерживается, так как Mac еще не анонсировал своего льва. Следующую, ну уже не то, что не анонсировал, а не установил пока что. И в массовое, так вот сказать, производство не выпущено лев. Пока что все останавливается на 10.6. Это снежный леопард. Оперативная память опять 512 мегабайт. И объем свободного пространства на диске 100 мегабайт. Ну по диске есть, беспокоиться не надо. 512 мегабайт для компьютеров Mac. Это вполне приемлемый объем, который будет занимать данный пакет. Теперь Linux. Обратимся внимание, что для Linux тоже выпущен свой антивирус. Безопасность в режиме реального времени. Ничего нового здесь нет. Все предыдущие тоже в реальном времени работают. Мультиплатформенная защита. Да, здесь приходится об этом думать, потому что вообще-то Linux у нас много сторонних разработчиков под разные платформы, под разные конфигурации. Поэтому здесь, конечно, мультиплатформенная защита имеет смысл. Когда, если вы ставите на защиту Windows, только чисто под Windows, понятно, что платформа одна только Windows. Здесь же возможны различные операционные системы в контексте Linux, то есть клоны, со своими особенностями. Поэтому здесь мультиплатформенная защита, конечно, важна. Поэтому, когда вы берете Linux, нельзя ставить просто... У вас Linux установлен, а вы хотите поставить туда, допустим, Note32, стандартные установки, где не подчеркивается, что он работает под многими платформами от Linux. В этом будет ваша ошибка. Так, доступа к личным данным и программ шпионов. К личным данным защищают нас пароли, проверка пароль, а шпионы отслеживаются обращения к клавиатуре, когда вы вводите конфиденциальные данные, когда вы, может быть, даже не уверены до конца в том, насколько реален тот сайт, к которому вы обратились, что это не подставной сайт. Нежелательные приложения. Да, если приложение вызывает сомнение, то это антивирус сразу даст вам сообщение о том, что либо нет соответствующей подписи под данным приложением, либо приложение было уже скомпрометировано. Об этом есть запись в базе данных. Системные требования. Ну, 32-64-разрядный Intel AMD. Система. Ну, вот посмотрите здесь, кстати, не все здесь системы. Вот основные. DeBine, Red Hat и так далее. Fedora присутствует, Mandriva присутствует. То есть не все, потому что, вот почему говорит мультиплатформенно. Вот под этих будет работать отлично. Если у вас стоит что-то другое, обращайтесь непосредственно. Сайт этой фирмы есть, телефоны есть, обращайтесь к ним и говорите. А вот у меня Linux, но непосредственно реализация Linux, вот такая-то настройка. Фактически рабочий стол такой-то, такая-то реализация. И вам тогда скажут, будет ли устраивать этот антивирусный пакет вас или нет. Или что надо сделать. Может, делать надо специальные просто настройки. Пообщайтесь непосредственно с разработчиками. Оперативная память 150 мегабайт. Не 512, 150, здесь меньше. Объем дискового пространства всего 120 мегабайт, что тоже вполне приемлем для современных машин. Мобильный. Пока мы еще не касались, что еще есть антивирусы и, собственно, для мобильных устройств. Что очень важно, потому что сейчас те же самые вирусы, но уже сконфигурированные под конкретную операционную систему устанавливанные мобильные устройства, также присутствуют и наносят достаточно большой вред пользователям. Что же здесь? Защита смартфонов и карманных персональных компьютеров от спама по СМС. Вирусов, рекламы, тут все понятно. Троянских и шпионских программ, червей и, опять же, тех же программ, которые пытаются скрыть присутствие на вашем мобильном устройстве. Тщательная проверка, представленная информация обо всех жизненно важных функциях телефона. Потому что иногда вы не понимаете, а почему у вас, допустим, так быстро разряжается батарейка. Вроде новая батарейка, аккумулятор. Вы ее уже, что называется, разогнали. Вначале вам ее поставили, сказали, ну, вы немножко ее погоняете, максимально зарядите, потом разрядите, еще раз зарядите, разрядите. Вроде все нормально. И вдруг начало разряжаться. В чем дело? Есть вероятность, что просто идет еще несанкционированное обращение к вашему телефону и использование его, особенно если вы работаете в безлимитном режиме. Если еще лимитный режим, то вы как-то контролируете, ага, вот столько-то у меня скачано, то есть или по объему, либо уже столько денег ушло. Безлимитный, особенно когда корпоративные различные версии предлагаются, подключение, то здесь иногда вот можно упустить этот момент. И кто-то просто сядет на вашу линию. В этом случае вот аудит безопасности позволяет смотреть, как работают различные устройства в теле и вообще когда были обращения к вашему телефону, соответствует ли это непосредственно вашей работе в сотовой сети. Идем дальше. Технология антиспама позволяет вот защитить пользователей не только СМС, но и ММС. Межсетевой экран тоже здесь устанавливается, то есть он присутствует в мобильной защите от Noda32. Причем этот всего входящего и исходящего трафика, а правила, набор правил вы можете посмотреть и подтвердить, либо нет, те или иные правила. Вот тут еще интересная функция, которая предоставляет несанкционированный доступ к устройству и защищает пользователя от потери конфессуальных данных и вторжений в частную жизнь. Ну это мы говорили то, что есть и на стационарных версиях, то и есть и на мобильной. Вплоть до защиты всего телефона отдельно, кроме пароля, который вводится непосредственно на ваш смартфон или коммуникатор, вы можете еще поставить защиту и от мобайл-секьюрити. Что еще есть? Вот, кстати, технология, опять же, удаления всю конфессуальную информацию с мобильного телефона. Просто так тоже, опять же, мы знаем, что из памяти удалить бывает сложно. Что все равно может что-то остаться, что-то вы можете забыть. Вот эта технология, вайп, позволяет удалить полностью, так что уже никто не сможет это прочитать. Следующая программа. Здесь обратите внимание, что предлагает разработчик. Он предлагает, вот смотрите, первое, фри антивирус, потом профессионал антивирус и интернет секьюрити. Значит, фри антивирус предлагает вам, попользуйтесь, посмотрите, насколько вас этот продукт от нашей фирмы, антивирус, устроит. То есть, ничего платить не надо. Загружаете, смотрите, знакомитесь с интерфейсом, смотрите, насколько это удобно, плюс какие возможны дополнительные функции, когда вы уже оплатите контракт. Если вас это все устраивает, дальше вы смотрите, что просто профессиональная работа, либо вы постоянно будете находиться в интернете и там работать многие часы. В этом будет отличие в этих версиях. Что хорошо, познакомились, посмотрели, устроило? Да, работаем с этим антивирусом. Не устроило, начинаем искать другие. А дальше загружаем ту или иную. Ну и давайте посмотрим общие позиции по данному антивирусу. Интернет секьюрити. Работа в интернете. Резидентный антивирусный сканер. Что значит резидентный? Как только вы включаете машину, вот только ее включили, тут же загружается этот антивирус в оперативную память. То есть резидентно работает постоянно, пока есть потенциал, то есть есть электричество, условно говоря, на ячейках оперативной памяти. То есть пока включили, вот только включаем, он загружается. Как только обесточили оперативную память, вышли. Не в сон, а полностью завершить. Сон останется там и будет контролировать, что происходит. А вот если мы полностью завершаем работу, выходим и обесточиваем оперативную память, он тоже прекращает свою работу, просто обнуляется. Так вот, резидентный антивирусный сканер присутствует здесь. От самого начала момента работы до завершения цикла работы. Во время показа экранной заставки. Очень интересно, вот проверка компьютера на вирусы во время показа экранной заставки. Ведь здесь тоже есть окно уязвимостей, когда появляется только лишь экранная заставка. Вы вроде успокоились, все нормально, в это время загружается вирус. Он уже перехватывает инициативу. А пока идет экранная заставка, вы-то с клавиатурой ничего сделать не можете в этот момент. Ну, только что если вообще обесточить машину. А вирус уже все, он опередил вас. Так вот, программа перехватывает этот вирус и блокирует его. То есть защищает это время, вот этот тайм-слот, пока идет загрузка непосредственно картинки. Дальше. Во время запуска до полной загрузки операционной системы. То есть картинка завершила свою работу, но идет еще загрузка самой операционной системы, полностью она устанавливается. Потом выводит на ваш рабочий стол все программы, которые вы оставили на рабочем столе. Там различные ярлыки при запуске различных программ. Там, допустим, Word, Excel, возможно, какой-то почтовая программа, тоже Internet Explorer, либо от Google, тоже браузер. Значит, что еще может быть у нас? Могут быть и другие специфические программы, связанные с вашей профессиональной деятельностью. Вы не хотите каждый раз искать их на диске и оставили эти ярлыки. Все это загружается. Опять же, в этот момент вирусы могут перехватить инициативу. Пока вы ждете, все это подгрузится. Там, допустим, колечко вот это бегает, показывает, или песочные часы вы поставили, показывает, что идет загрузка, вы пока не можете ничего сделать. А в это время вирус перехватывает, опять же, инициативу и уже диктует вам свои условия. Так вот, эта система тоже проверяет на вирусы вот в этот момент. Ну, вредоносных скриптов понятно, если вы работаете в интернете и различные... Причем она вам может показать даже, что пошел какой-то... Там будет написано, допустим, Ява-код или еще что-то. Откуда-то началась запись его на ваш компьютер. Это вас настораживает, а система тут же это блокирует. И эту программу не дает загрузить. Обновление антивирусных баз и самой программы. Антивирусные базы в различных системах по-разному загружаются. Есть системы, которые вообще подгружают. Если даже нет новых антивирусных баз, раз в полчаса могут загружаться. То есть, если что-то стало известно, что в мире произошло, и ясно, что это вирус, и, значит, его код загружается, чтобы его можно было детектировать и отсечь данную программу. Это очень важно. Так, теперь, значит, в этой системе немножко по-другому называются блоки. Они называются экранами. Вот смотрите, экран файловой системы. Отслеживает все локальные операции с файлами и папками на компьютере. То есть, это без выхода в интернет, когда вы работаете с конкретными папками и файлами. Вы могли их подгрузить с внешнего носителя. Если вы до этого подгружали, и у вас не был еще поставлен антивирус, то этот антивирус следит за тем, что вы делаете непосредственно в локальном режиме. Экран почты. Ну, это понятно. Отслеживает трафик программ для работы с электронной почтой и сканирует письма до того, как они попадают на компьютер. То есть, это тоже режим проактивной защиты. Еще не пришли на компьютер. Он будет контролировать до прихода на вашу машину этих файлов. И веб-экран анализирует все действия пользователя при посещении веб-сайтов в интернете. Да, можете выйти, опять же, на неблагонадежный сайт. Хотя сейчас поисковые системы, через которые вы выходите, если вы прямо не прописываете в браузере адрес непосредственного сайта, на который хотите выйти, а используете там Янглс, Гугл, Яха или Рамблер, то в этом случае что происходит? В поисковой системе уже будет написано, что данный сайт нежелательен к посещению, либо нанесет ущерб вашей машине. Но в данном случае антивирусная программа также позволяет контролировать ваши действия. И если, опять же, скомпрометированный сайт, либо конкретная страница, которая известна, что нанесет вред пользователю, будет предупреждение. Что дальше? Интернет-чатов. Да, вы хотите общаться. Хотите общаться в интернете с теми, кого вы назвали своими друзьями. Либо действительно ваши друзья присутствуют на тех или иных чатах, где идет общение. Но это тоже небезопасно. Здесь могут быть различные приложения на этом чате. И вообще могут быть загружены программы теми же вашими друзьями, либо те, кто выходит на данный чат. Может быть, даже не специально они это сделали, вредоносную программу. Им показалась интересна эта программа. Они хотят с вами что-то обсудить. Подгружают это программное обеспечение. А оно опасно. И система тут же даст предупреждение о возможной атаке, проникновении на вашу машину, либо нежелательности вообще запускать для просмотра данное программное обеспечение. Ну и сетевой экран, это уже стандарт для всех таких пакетов антивирусных. Блокирует вирусы, пытающиеся заразить систему через сеть. Но не только вообще сетевой экран. Кроме этого, он еще и блокирует непосредственно попытки проникновения конкретных пользователей на ваш компьютер. Еще один антивирус 2011 года. Посмотрим его особенности. Вот смотрите, тоже проактивная защита. То есть, если вы сейчас будете приобретать антивирус, вот обращайте внимание, проактивная защита должна быть. Ну, если вам необходим антивирус только для того, что вы работаете вот в локальном режиме, вам приносят какую-то информацию там на флешках и все такое, то есть вы не выходите постоянно в интернет, может, вообще не выходите, ваш компьютер отсечен от интернета, и вам нужна только минимальная работа против вирусов, то тогда смотрите, что проактивная защита в принципе в этом случае не нужна, достаточно реактивная защита, только постоянно обновляемые базы данных по вирусам. А вот если вы работаете с интернетом, обязательно проактивная защита должна быть в вашем пакете. То есть, опережать действие не потом, когда уже нашли этот вирус и нашли способ борьбы с ним, а просто предугадывать, что вот это программное обеспечение, скорее всего, на столько-то процентов, вредоносно, и предупреждать вас. Так, переполнение буфера. Что здесь происходит? Не всегда вот этот буфер, который отведен даже на жестком диске, куда помещается информация, у нас, допустим, заполнена вся оперативная память, и заполнен весь буфер на диске. И вот здесь начинается проблема. Надо сохранить еще информацию, не надо полностью сбрасывать на жесткий диск пространство, надо как-то ее сохранить, а буфер уже переполнен. И вот тут может быть сбой. Ваша информация, которая вам нужна, начнет записываться в непонятные сектора на диске. Откуда потом ваша программа, которой нужны эти исходные данные, уже считать их не может? В результате, допустим, fatal error, фатальная ошибка, остановка всего программного обеспечения и потеря информации, а, возможно, и многих часов работы, особенно если это какие-то расчетные, большие расчетные программы, особенно в области конструирования трехмерных объектов. Поэтому вот здесь защита от переполнения буфера это замечательная функция, которая предотвращает вот такую угрозу. Планировщик сканирования, это понятно, что начинает, просто вы можете сканировать все, что у вас происходит на машине, так же, как и в других программах по антивирусам, технологиям. Сканер, он давно присутствует, одна из первых технологий, поэтому они так и остались уже исторически в этих программах, но они и нужны в данный момент. Вот автоматическое обновление антивирусных баз, ежедневное. Я говорю, как это может быть ежедневное, в иных программах, вплоть до того, что каждые полчаса идет обновление. Но тут надо тоже смотреть, если там выставлены полчаса, смотрите, нужно ли вам действительно каждые полчаса, действительно не загружает ли это ваш обмен информацией с той же самой сетью интернет. Может быть, рискнете, поставите больший промежуток времени для обновления, но тут тоже надо смотреть, насколько важна информация, с которой вы работаете, потом, если есть какие-то подозрения на программы, есть ли песочница, опять же, в вашей системе, то есть система папок или папка, которая полностью защищена, из нее выйти вирус не может. Вы можете работать в этой песочнице как с отдельными программами, так и выходить в интернет, с сайтами, со страницами, с подозрительными. Если что-то происходит, это будет все в этой песочнице, условно называемой песочнице. Так, изолирование подозрительных файлов в карантин. Ну, в карантин, понятно, это отдельная папка. Можете их посмотреть, желательно не запускать. Попытаться либо вылечить, либо удалить. Настольных компьютеров и сетей. Вот обнаружение, блокирование и удаление вирусов. Понятно, это во всех таких программах. Такая опция должна присутствовать. И, в общем-то, сейчас и нет таких программ, чтобы такого опции не было. Вот, пожалуйста, экран. Экран вполне понятный. На русском языке. То есть, есть еще антивирусы, которые вы можете использовать. Там, допустим, нет кириллицы, нет русского языка. Там даже есть предупреждение на некоторых сайтах, что только, допустим, английский, французский, немецкий, испанский. Вот. В данном случае все есть и на русском языке. Интуитивно понятные позиции здесь. Видите, что одновременно идут и пиктограммы, и тут же идет подсказка, что скрывается за этими пиктограммами, и гиперссылки в синем написаны. Вы можете войти, посмотреть и карантин, и настройки, и сканирование, и непосредственно, как у вас установлена защита. Все перед вами. И причем есть два... Еще сверху есть пункты меню, где, собственно, антивирус, как установлена защита, и сводка вообще о происходящем на вашем компьютере за определенный промежуток времени. Теперь смотрите. Также выпущена версия и интернет-секьюрити. То есть версия уже не на локальную работу рассчитана, а рассчитанная в основном на работу сети интернет. Проактивная защита, защита от интернет-атак, защита от переполнения буфера, это все есть. Несанкционированный доступ и вирус, уже несанкционированный доступ прописан отдельной строкой. Системные файлы и записи реестра от внутренних атак, то есть непосредственно реестр той же самой Windows, либо Mac, либо Linux. И, опять же, ежедневное автоматическое обновление антивирусных баз. То есть это реактивная защита. Есть проактивная защита, первый пункт. И есть реактивная, это последний пункт на экране. Также карантин. Здесь вот стоит вариант карантина, изолирование подозрительных файлов. Ну, планирующих сканирования, в основном то, что мы видели в предыдущей версии, но обратите внимание, предпоследняя строчка. Используем технологии песочница. В данной версии, когда у нас есть интернет, песочница, да, можете выходить непосредственно даже на те страницы, где, скажем, Яндекс.Поисковая система выдала сообщение, что может наносить ущерб вашей машине. Вот выйдете, но из песочницы. И эта программа, даже пускай это страничка, которая может нести в себе предоместный код, ничего не сможет сделать с вашей машиной. Она так и останется в этом закрытом пространстве. Еще использование облачных технологий. Ну, то, что сейчас нарождается и достаточно бурно развивается. То есть, это можете обращаться к облачным технологиям. То есть, когда непосредственно базы данных, ваши наработки, могут быть фотографии, клипы и так далее, находиться не на вашей машине, а может находиться на сервере Майкрософта. Не обязательно Майкрософта. Это может быть также выход из Гугла. И находиться на их серверах, даже не будете знать где. Может быть, этот сервер установлен где-то в Мексике. Может, в Антарктиде. Где угодно может стоять этот сервер. Там будут находиться ваши базы данных, ваши файлы. И определенный объем их будет даже для бесплатного хранения. На данный момент, например, Майкрософт предлагает 25 гигабайт бесплатного хранения в их облачной технологии. При этом подключаются самые последние версии там и Word, Excel и презентации. Вы можете это создавать и хранить там. И хранить различные другие файлы. То есть, вот использование облачных технологий здесь уже тоже подразумевает защиту при работе в облаке, при работе на удаленных сайтах, на удаленных серверах. Пожалуйста, можете там работать. Это поддерживает данная программа. Ну, точек восстановления – это стандартная процедура. Мы знаем, что такие точки восстановления создают и операционные системы, но также можете задействовать в данной программе и точки восстановления. И еще одной программе, хочу сказать, блоки программы – Нортон Интернет Секьюрити 2011. Рассчитанный на работу непосредственно в интернете. Достаточно мощная программа. Очень часто занимает первые строчки в рейтингах различных топ-листов. предоставляет широчейший аспект возможностей для работы как в интернете, так и локально. Причем контролировать можно и свою домашнюю сеть. Что вот интересно, обратите внимание, проверяет источник и возраст файла. Это первая строка Нортон Сервис. О чем это говорит? Вот как раз компрометированные, скомпрометированные источники. Уже известно, что данный источник приносил вред тому или иному пользователю. Известно, что данный файл создан очень давно и не может нести актуальной информации. Но кроме как исторической, плюс он также был скомпрометирован. Именно файл. Возраст файла вам выдаст и насколько он соответствует безопасности данный файл. Остальное, в общем-то, все идет в проактивной защите и реактивной защите. И предоставляет вам тоже все в реальном времени. То есть непосредственно в момент работы с данным сайтом, с данным файлом. Мгновенные сообщения контролируются. Электронная почта контролируется. Брендмауэр тоже стоит. Помогает брендмауэру непосредственно от, допустим, того же самого Майкрософта. Вот интересно. Карты и мониторинг сетей показывают все устройства, подключенные к домашней беспроводной сети. О чем я и говорю. Что, возможно, кто-то подключится. Что-то вы не учли. И ваша домашняя сеть в каком-то аспекте осталась открытой. И кто-то подключился. Тут же система покажет, что кроме ваших, допустим, трех домашних компьютеров, вдруг подъявилось еще одно беспроводное подключение. Тут же обращайте на это внимание. Обращайте внимание, что это такое. Обращайте внимание, почему это произошло. Пакет вам это подскажет. И блокируйте этого пользователя. Допустим, останавливайте работу в сети. Убирайте эту уязвимость. Но вот эта программа позволяет вам еще и контролировать, так сказать, пространство в вашей сети. Ну, а аварийное восстановление работоспособности компьютера можете использовать, можете нет. Потому что такое же аварийное восстановление, допустим, предполагает и операционная система любая. Кстати, и Windows, и Mac, и Linux. Они подразумевают также, если вы, конечно, захотите, там есть эта позиция, создать резервную копию для восстановления системы. Иногда это бывает полезно, особенно если подводит электроника, когда обесточивается оперативная память по какой-то причине. Возможно, в это время шла запись в реестр, как раз операционная система произошел, сбой. И когда вы начинаете, попытаетесь перезапустить, вроде все уже опять под напряжением, ваша оперативная память. Но как-то работает непонятно сама ОС, операционная система. В данном случае эта позиция поможет вам запустить машину уже в штатном режиме. На этом наш урок совершен. Я благодарю вас за внимание. До свидания.